Приветствую вас, друзья! Сегодня мы находимся в национальном пункте Большой Сарс, это Пермский край. Посещаем второй виадук. Они общим называются Октябрьский виадук, потому что самый большой национальный пункт рядом, октябрьский. Предыдущий это Батымский виадук, можете посмотреть, я там был зимой. И вот добрался до Большого Сарса, чтобы посмотреть почти аналогичный виадук. Тут, по-моему, шесть пролетов, и его интерес в том, что он делает небольшой изгиб. То есть, если сравнить Батымский и Большой Сарс, то я бы предпочел вот этот. Он интереснее, он с сохранившимся металлом, он с изгибом, он чуть больше, чуть протяженнее. Но в любом случае, оба виадука заслуживают отдельного внимания, и если вы собираетесь в эти места, то лучше посетить и тот, и другой. Вот. Построены они были примерно в начале прошлого века. Это дорога Красноуфимск, и уходят туда дальше... А куда она дальше? На Казани и прочее. Это магистраль. И, соответственно, зачем тут был построен виадук? Река протекает. Река, кстати, Большой Сарс. И над рекой тут получается такая ложбинка, ложбинка у реки. Чтобы преодолеть это препятствие, был построен раньше виадук, он на один путь. Потом, впоследствии, модернизировать его было слишком дорого, и он пришел в такое плохое состояние. Плачевное, можно посмотреть, все разваливается. Сделали более современную просто насыпь, и сделали уже двунаправленные пути. Вот. Ну, место прикольное. Интересно, что остался металл, можно подняться наверх. Хотя, лучше всего смотреть на него сбоку. Что я вам предлагаю сейчас сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Надеюсь, вам понравился этот небольшой экскурс в железные дороги Пермского края, железнодорожное строительство. И что интересно, я когда делал диплом, этот виадук был в теме моей дипломной работы. В любом случае, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, смотрите видео на моем основном канале, смотрите видео на моем втором канале. До новых встреч!